Место, которое я буду читать, это послание к евреям, 11 глава, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт. Библия не призывает нас или не доказывает нам то, что есть Бог. Бог. Когда мы посмотрим на все вещи, которые вокруг нас находятся даже в этом доме, мы понимаем, мы видим их, мы понимаем, что кто-то их сделал, что есть какой-то человек, хотя мы его не знаем, не видели, но он приложил свои старания, усилия и сделал какие-то вещи в этом доме. То, что мы видим вокруг нас, нам не надо доказывать, что есть Творец всего этого. Есть живой Бог, который создал всё это, и мы должны веровать, хотя мы его не видим. Пусть нас Бог благословит, чтобы наша вера утверждалась, чтобы наша вера крепла, смотря на то, что Бог делает в нашей жизни для нас. Бог благословляет нас, Бог хранит нас, Бог даровал нам и это прекрасное время быть в доме молитвы. И Он через Своё Слово сегодня хочет говорить нам, каждому из нас, хочет дать нам свой совет, своё пожелание, своё наставление. И пусть Бог благословит нас быть внимательны к Его Слову, выслушать это Слово, принять Его и во всём угодить Господу. И за все те дела, которые мы делаем, Он некогда воздаст каждому из нас, так говорит Слово Божие, Он воздаст нам. Пусть Бог благословит нас, чтобы когда Он придёт или когда Он возьмёт свою церковь, Он воздал нам своей наградою за наши добрые дела и добрые поступки. Поэтому пусть благословит нас Бог и в этом служении, чтобы нам быть внимательны к Слову Божьему и хранить себя для славы Божьей. Поэтому встанем и помолимся нашему Господу, просим Его благословения. Божий наш, мы предстоим пред Тобою, мы благодарны Тебе за возможность быть в Доме молитвы, снова собраться для того, чтобы ещё раз совместно воздать Тебе благодарность за искупительную жертву, за спасение. Господи, воздать Тебе благодарность, Господи, за Твою любовь, которую Ты любишь нас, за Твою заботу, за Твою охрану, за милость, за мирное небо, за спокойствие, за эту свободу, которую Ты подарил для каждого из нас, за возможность, Господь, прибыть в Дом молитвы вместе с народом Твоим, ещё раз молиться и благодарить Тебя. И это, Господи, великое благословение. Многие люди желают этого, но для нас Ты в этот день подарил эту возможность, и мы благодарим и славим Тебя. Просим Тебя, Господи, благослови нас. Мы нуждаемся в Твоих благословениях, духовных благословениях, физические, телесные благословения мы имеем. Мы на этом месте живы и здоровы, но мы просим Тебя, укрепи нас силой Твоей, Духом Твоим, Святым. Мы понимаем, что впереди нас предстоят эти сражения, эта борьба с напастью врага души человеческой. Господь, дай нам силы стоять уверенно, Господь, в том, в чём Ты нас призвал, следуя за Тобою, Господь, не сворачивая, не оглядываясь, но взирая на Тебя, на начальника и совершителя веры нашей, стремиться к вечному, стремиться к тому, что мы можем, Господи, приобрести для славы в небе. Поэтому благослови нас, благослови нас быть внимательными к Слову Твоему в этом служении, молиться, Господь, благодаря Твое святое имя в этом служении, бо Ты достоин хвалы. Прими благодарность, Господи, из наших уст, прими благодарность из уст нашей молодёжи, устрой, Господь, всё для славы Твоей, и пусть имя Твое прославится и возвеличится в этом служении великого чудного нашего Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. И сердце новое Господь мне подарит, Любовью мира не стечит, Тебя я буду вечно прославлять. И на Тебя с надеждой, с надеждой, с надеждой, с надеждой на Тебя, с надеждой, с надеждой на Тебя. Как хорошо, что есть на свете Ты, Тебе с Тима свечат мои мечты. Тебе хочу я сердце открывать, Тебе и свои тайны доверять. Сладея стой, сладея стой, Сладея стой на Тебя. Сладея стой, сладея стой, Сладея стой на Тебя. Пусть не легко мне за Тобой идти, И тернияны розы на пути, Но все равно я за Тобой иду, Пока здесь путь земной не совершу. Сладея стой, сладея стой, Сладея стой, сладея стой на Тебя. Сладея стой, сладея стой, сладея стой, Субтитры подогнал «Симон» 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 Немножко приукрасить, немножко добавить И зачастую то, что может быть в начальной форме было правдой Мы так красиво приукрасим, чтобы интереснее было слушать и рассказать Оно получается совсем не то, что было Получается ложь И вы знаете, мы все в этом виноваты В меньшей или большей мере каждый из нас в своей жизни где-то что-то солгал Где-то что-то сказал не так верно, как должно было быть И вы знаете, зачастую мы попадаем еще под одну категорию людей Когда мы слушаем проповеди, и я не исключение Когда братья читают Слово Божие И Слово Божие объясняет нам о каком-то одном или другом грехе То зачастую мы судим своего соседа И не знаю, как вы, но у меня бывало такое Говорится проповедь, и я думаю, о, вот это тому брату или той сестре И я попадаю под еще одно нарушение заповеди Еще заповедь, которую Господь дал Не судите Другой пример, когда Иисус Христос говорил Что ты смотришь на сучок в глазе брата А бревна не видев В своем И вы знаете, зачастую, когда мы думаем О, вот эта проповедь была для того брата или для той сестры То первое, что нужно подумать Эта проповедь была именно для меня Если мы эту проповедь отправляем кому-то другому То нам нужно над ней задуматься Это в большей степени должно коснуться нас Но сегодня я хочу говорить как раз о лжесвидетельстве Вы знаете, ложь Это такая вещь, которая увязывает человека Может быть, мы на нее мало обращаем внимания И строго как бы за это не взыскивается, как за другие Если бы мы нарушили другие заповеди Не убей Убили кого-то или украли что-то Или совершили прелюбодеяние За это взыскивается В церкви За это взыскивается законом Стран, в которых мы проживаем И мы считаем О, это настоящие заповеди Это то, что нельзя нарушить Но как-то заповеди такие, как Не завидуй Не лжесвидетельствуй Они Второстепенные для нас А для некоторых вообще как будто их не существует Мы зачастую хотим благословения А заповедь почитай отца и мать Она для нас где-то далеко в стороне И Мы не обращаем на это внимания Ну не почитай ее отца и мать Ну меня ж в тюрьму не посадят Мне штраф не дадут Меня на замечания не возьмут Почему-то И это заповедь и другие Которые мы считаем маловажными Они зачастую очень часто нарушаются в нашей жизни И вы знаете, я Размышлял И Есть такое Выражение Что На лжи далеко не заедешь По-украински На брехни далеко не заедешь Когда мы обманываем Может быть интересно Где-то мы Выкрутимся Но далеко Это не говорит Писание Это говорит уже обычный человек Который живет в этом мире Он говорит Не зная может быть законов Божьих И заповедей Божьих Он говорит, что На лжи далеко Не заедешь Не заедешь Рано или поздно Ложь приведет К какому-то падению И вы знаете Я так размышлял Над этим и вспомнил Когда еще проживал В России В Атайске У нас там Зимой В последнее время Частенько Не было снега Но Бывали такие случаи Когда Падал дождь И Только выпадет дождь Прихватит мороз И все улицы И все дороги Они покрыты льдом И этот Такой гололед Он мог Держаться Иногда даже до месяца Да Днем выходит Немножко солнышко Местами где нету Тени Растает Но в большинстве Тротуары В большинстве Проезжие части Из-за того, что Город старый Большие деревья Они были Постоянно В тени И этот лед Тротуары Особенно Они всегда были Покрыты льдом И вот Идешь в школу И По этому льду Он скользкий На солнышке Еще прирастает Потом назад Подмерзет Он как стекло Идешь в школу Напрягаешь Свои ноги Добираешься Чтобы не упасть И Бывали такие Моменты Где кто-то Свой тротуар Или посыпет Песком Возле Своего Участка Или посыпет Солью И вот Красивый Чистый Отрезок Дороги И вот Идешь По льду Этому Довольно Протяжение Проходишь И уже Перестаешь Замечать Насколько Тяжело Идти Но когда Ступаешь На чистую Землю Или асфальт Где нету Льда Ты ощущаешь Легкость Как легко Идти По чистой Дороге Еще Другие Моменты Я вспоминал Когда Застывали Лужи И Мы Подростки Особенно Возле Школы Если Находили Какую-то Продлинноватую Лужу Мы ее Раскатывали И катались На ней И вы знаете Я немножко Начал сравнивать Это с ложью И Я вспоминал Как мы много Падали Ударялись Было больно Но Почему-то Мы опять Ишли Разбегались И по этих Ледяных Участках Мы катались Нам было Интересно Но вы знаете Благодаря Богу Мы падали Но мы вставали Мы не ломали Ноги рук Но У нас Были и случаи Когда ломали И руки И ноги И мы можем Знать Что есть случаи Когда человек Подскальзывается На льду Падает Ударяется Бывает Ломает Позвонки Остаются Инвалидами А бывает Ударяется Головой И умирает И то Что кажется Забавным И интересным Иногда может Привести К трагедии И вы знаете Ложь Она Так же Похожа Иногда Мы Красиво Так ее Раскатаем И Для интереса Для Того Чтобы посмеяться Может быть Пошутить Мы как дети По этому Отрезку Проскальзываем И возвращаемся И снова И снова Иногда Бывает Потом И на эти Лжи Упадем И нам Больно И может быть Другие На нас Смотрят Для нас Неприятно Но иногда Мы опять Возвращаемся Туда Ну вы скажете Ну ладно Это Упали А как же Можно Сравнить Его с Инвалидом А вы знаете Иногда Из нашей Лжи Мы становимся Инвалидами Вы спросите Как А вот Живя свою Жизнь Мы обманываем Один Другой Третий Раз Падаем Люди Замечают И мы Иногда Сильно Падаем Во лжи Наши А потом Становимся Инвалидами Когда Возрастают Поколения После нас Когда Вырастают Люди Вместе С нами И мы Может быть Уже Раскаившись В своих Согрешениях Пытаемся Наладить Свою жизнь И пытаемся Кому-то Дать Наставление А нам Тыкают А какой Ты Вы знаете Я не поддерживаю Тех Кто говорит Посмотри Сначала На себя А потом Будешь Говорить Это признак Греха Это признак Того Что человек Живет Во грехе И не хочет Каяться Но Мы становимся Инвалидами Мы не можем Другим Помочь Из-за того Что наши Дела Они идут За нами И они нам Препятствуют Иногда Мы Хромые Глава Книги Ибо Господь Непременно Отмстит За дерзость Твою Не говори Я грешил И что мне Было Ибо Господь Долготерпелив Примысли Я Умилостивлении Не будь Бесстрашен Чтобы прилагать Грех К грехам И не говори Милосердие Его велико Он простит Множество Грехов Моих Ибо Милосердие И гнев У него И на грешниках Пребывает Ярость Его Не Медли Обратиться Господу И Не Откладывай Со дня На День Ибо Внезапно Найдет Гнев Господа И ты Погибнешь Во время Отмщения Не Полагайся На Имущества Неправедные Ибо Они Не Принесут Тебе Пользы В день Посещения Не Вей При Всяком Ветре И Не Ходи Вся Кою Сезею Таков Двоязычный Грешник Будь Тверд В твоем Убеждении И Одно Да Да Будет Твое Слово Будь Скор К Слышанью И Обдуманно Давай Ответ Если Имеешь Знание То Отвечай Ближнему А если Нет То Рука Твоя Да Будет На Устах Твоих В речах Слова И Бесчестие И язык Человека Бывает Падением Ему Не Не Прослыви Наушником И Не Коварствуй Языком Твоим Ибо Наворис Стыд И На Двоязычном Злое Порицание Не Будь Неразумным Ни В большом Ни В малом Вы Знаете Он Здесь Описывает Немножко Как бы Все эти Все эти Цитаты Его Они взяты Из Библии Если проследить Ничего нового Здесь не сказано Просто собрано Одно В одну главу Немножко Перефразировано Но Он говорит о том Что Когда мы Прикладываем Грех К греху Когда мы Надеемся На себя Когда мы Не почитаем Один Другого Когда мы Думаем Что Грешим И Бог Нас не наказывает То это нормально То это до своего Время Бог Милосердствует Над нами Он милует Нас Но Когда придет Его суд Тогда не будет Нам уже Приятно И вы знаете Он говорит Что Язык человека Иногда погибель Для него И вы знаете Часто Я Ловлю себя На той Мысли Когда Просто Может быть Не то Что всерьез Кого-то Обмануть Но Иногда Шутя Может быть Своими Ровесниками С друзьями Скажешь Какую-то Прибаутку Добавишь Что-то Чтобы Какую-то Маленькую Ложь Чтобы Было Интересней А потом Думаешь А Неужели Ради Может быть Несколько Секунд Смеха Или Несколько Секунд Такого Может быть Мнения О себе Стоит Платить Потом Своей Жизнью Потому что За каждое Праздное Слово Мы Дадим Отчет И вы знаете Можно Сказать Ну окей А как же Нам бороться С этим Слово Писание Не оставляет Нас Без выхода И так же Дает Нам Ответы Что нужно Делать Чтобы Нам Не грешить Что Нужно Делать Для того Чтобы Нам В нашей Неправде Потому что Слово Божье Говорит Что Всякая Неправда Есть Грех В этом Грехе Нам Не погибнуть Я Я Также Выписал Их Несколько Стихов Чтобы Не Листать Библию Я Зачитаю Несколько Только Несколько Мест Извященного Писания Которые Дают Выход Из Положения Как Нам Сберечь Себя От Греха Первое Место Извященного Писания Это Исход 20 Глава 20 Стих Слова Господа К Моисею Моисей Говорил К народу И Сказал Моисей Народу Не Бойтесь Бог Вам Был Предлицем Вашим Дабы Вы Не Грешили Одно Из Положений Человека Когда Человек Прешет Грешить А Когда Он Боится Бога Страх Господен Он Сохраняет Нас От Греха И Когда Бог Говорил К Народу И Народ Боялся То Моисей Объясняет Он Не Пришел Судить Он Пришел Испытать И Чтобы Страх Его Был На Вас Чтобы Вы Не Грешили Страх Божий Он Дает Сил Не Грешить Он Сдерживает Нас От Греха Второе Место Это 1 Иоанна 3 глава 9 стих 1 Иоанна 3 глава 9 стих Всякий Рожденный От Бога Не Делает Греха Потому Что Семя Его Пребывает В Нем И Он Не Может Грешить Потому Что Рожден От Бога Семя Господне Должно Быть В Нас То Что Мы Получили Мы Должны Его Сохранить И Храня Семя Божие В Своих Сердцах В Своем Разуме Мы Не Будем Грешить Да Мы Рожденные Свыше Сердце Мы Его Не Храним Когда Мы Не Храним Семя В Сердцах Своих То Слово Ту Благодать Ту Радость Ту Силу Духа Святого Который Бог Вложил В Сердца Наши И Разум Наш Мы Начинаем Грешить Слово Божь Говорит Семя Ком Пребывает Тот Не Грешит Третье Место Священное Писание Я думаю Каждый Знает Его Наизусть Это Псалтырь 118 Псалом 11 Стик Сердце Моем Сокрыл Я Слово Твое Чтобы Не Грешить Пред Тобой Нужно Просвещать Себя Словом Божьим Читая Библию Мы Находим Наставление Для Повседневной Нашей Жизни И Также Слово Божье Когда оно Пребывает В наших Сердцах Оно Сопутствует Нам Благословляет Нас Мы Рассуждая Над Ним Думаем И не Грешим Стараемся Себя Удержать От Греха И вы Знаете В другом Месте Священного Писания Говорится Что От Избытка Сердца Говорят Уста То Что В нашем Сердце То И На Нашем Языке Зачастую Мы Контролируем Но Бывают Такие Ситуации Когда Говорят Как Наступил На Мозоль И Вылетает То Что Человек Даже Не Ожидал Речи Поступки Где-то Было На нашем Сердце На нашем Дне Что-то Нехорошее И оно Излилось Но Если В сердце Моем Будет Слово Божье Когда Давид Говорил Что В сердце Моем Сокрыл Я Слово Твое Чтобы Мне Не Грешить То Это Слово Оно Будет Изливаться Из Нас И Последнее Это Римлянам 13 Глава 9 Апостол Павел Опять же Перечисляет Заповеди И он Говорит Немножко Об этих Заповедях Как Их Соблюсти 9 Стих Римлянам 13 Глава 9 Стих Ибо Заповеди Не Прелюбодействуй Не Убивай Не Кради Не Лжесвидетельствуй Не Пожелай Чужого И Все Другие Заключаются В Слове Люби Ближнего Твоего Как Самого Себя Вы знаете Братья и сестры Когда мы Хотим Жить Святой Жизнью Не Грешить Есть Много Библия Называет Путей Но Я Ища По Библии Останился На этих Четырех Страх Божий Это Первое Если Я Буду Бояться Господа Не Бояться Его Того Что Он Бояться Согрешить Перед Ним Я Буду Жить Свято Если Я Буду Хранить То Что Господь Мне Дал Ту Веру Ту Надежду Ту Любовь Ту Радость Ту Силу Духа Святого В своем Сердце То Семя Его Я Не Буду Грешить Если Я Буду Читать Слово Божье И Сложать Его В сердце То В тот День Когда Я Буду Находиться В кругу Своих Друзей У меня Не Будет Приходить На разум Ложь Но Вы Знаете От Того Избытка Слово Божье В моем Сердце Будут Цитироваться Места Священного Писания А Цитируя Место Священного Писания Согрешить Немаловажное Но Мне кажется Оно Одно Из самых Важных Это Любить Ближнего Как Самого Себя Когда Мы будем Любить Один Другого Любить Ближних Братьев Сестер Соседей Мы Не захочем Ни криветать Ни обижать Потому Что Любя Себя Мы Никогда Не хотим Чтоб На нас Наговаривали Чтоб О нас Распускали Худые Слухи Неправедные Нам Неприятно И Когда Мы Будем Любить Ближнего Своего Как Самого Себя То Чувство О нашем Ближнем Оно Будет Как О самом Себе И Мы Никогда Не Позволим Себе Оскорбить Обидеть Наклеветать На Нашего Ближнего Поэтому Сегодня Я Хотел Бы Вместе С вами Склонить Свои Колени И У Господа Попросить Милости Бог Дал Для Нас Новый День Дал Для Нас Новую Дорогу Начнем Ее С Приближения К Нему Начнем Наш Путь Приближения Господу Мы Не знаем Ни дня Ни часа Когда Придет Господь А Он Придет И за Каждое Праздное Слово Каждый Из нас Даст Отчет Поэтому Мы Склонимся Прод Его Величием Воздадим Ему Славу Попросим Мудрости Чтоб Нам Приобрести Сердце Мудрое Чтоб Не Грешить Прид Ним Будем Молиться Владыка Небо И земли Царь Наш Бог Наш В этот Час Еще Представший Пред Твоим Величием Благодарен Тебе За Любовь За Милость Господь За То Что Ты С Нами Господь Хвала Тебе И слава Тебе Господь Ты Достоин Славы Божия И Я в этот воскресный час преклоняюсь пред Твоим великим именем Пред Твоим лицом Господь Я благодарен Тебе Господь Ты Благословляешь каждого из нас Боже Ты Привел нас в дом Твой Господь И мы слышим слова Твои святые Слава Настабления Слава Образумления Слава Обличения Господь Слава Поддержки Надежды Господь Хвал Тебе И слава Тебе И Боже И я прошу В этот час Господь Умудри Нас Боже Что Мы нам Господь Быть умудрыми в Твоих поступках Господь А если нет знания Господь Положить Господь Руху на уста Своим Господь Слушай Мне говорит Ржи Господь Чтобы нам Господь Своим Уложить Господь Не погибнуть А воочию Я прошу Тебя Очистить Наши Господь Дай нам Желание Наполнять Сердце Своим Словом Твоим Господь Чтобы От избытка Господь Сердце Нашим Говорим Уста Господь Уста Спасения Господь Уста Твоей Милости И любви Твоей Господь Благословляй Народ А воочию Мы просим Моим Иисуса Христа Благослови Дорогой Господь Боже Мы просим Тебя Господь Если Ты Следующий Нас Господь И мы Останемся Не на тех Путях Господь Которые Ты Поставил Нам Господь Но мы Собратились Туда Помилуй Нас Господь Сохрани Господь Дух Твой Святой Господь Он Говорит Срецам Нашим Он Наполняет Господь Разум Наш Господь Слава Слава Тебе Господь Некладыми Славами Некрелитой Господь Но слава Тебе Орочи Чтобы нам Вознести Господь Ты Слава Имен Твоему Что Ты Достоин Господь За все Благодеяния И милости Которые Ты Садил Для Каш Господь Мы Должны Иметь Господь Сердца Нашей Благодарности Тебе Господь Пойда Наши Сердца Не Переполнены Господь Ванили Благодарствов Господь Ты Неправедник Речей Господь Но Мы Просим Тебя Господь Умудри Нас Господь Очисти Освяти Господь Чтобы Наши Сердца Не Были Наполнены Словом Жизни Овочем Словом Благословения Овочем Словом Любви Сказал Господь Мы Просим Тебя Благодарствов Господь Мы Нажидаем Господь Вселен Духа Твоего Святого Господь Чтобы Твою Семья Которую Ты Посел Сердца Наши Мы Сохранили Господь Чтобы Не Грешить Перед Тобой Овочем Чтобы Слово Твое Оно Пробывало В Устах Наши Господь В Разве Наши Овочем Чтобы Нам Господь Так же Не Решит Пошет Прошу Тебя Благодарствов Умоляю Тебя Господь Разреши Господь Разреши Всякие Оковы Господь Я Вольский Над Народом Твоим Господь Отвержи Небо Твое Господь Преклони Ухо Твоего Чтобы Условить Молитву Народа Твоего Господь Который Вопьет Тебя День Ночь Господь Мы нуждаемся Господь Тебе Мы нуждаемся В силе Твоей Господь За последнее Время Господь Мы нуждаемся Господь Помогами Духа Твоего Святого Господь Чтобы Нам Устоять Овочем Скорб Лайт Владыка Небо Земли Царь Наш И Бог Наш В этот час Приставший К ногам Твоим Святым Я благодарю Славлю Тебя Господь Заждал Ту Возможность Пройти В дом Твой Слава Тебе Господь За эту Возможность Когда я Преклонил Свои Колени Господь Вместе Стородом Твоим Слава Тебе Господь За то Что Мирное Небо Над головами Нашими Господь И мы Спокойно Можем Пройти Господь Поклониться Тебе Слава Тебе Господь И мы В обилии Господь Имеем Слово Твое Господь И Дух Твой Святой Он с нами Спасибо Господь Мы нуждаемся Господь В силе Духа Твоего Святого В это Последнее Время Господь Чтобы нам Не погибнуть Господь Чтобы нам Сохранить Тебя В чистоте И святости Прид Твоим Святым Лицом Господь Чтобы нам Не быть в порицании У народов Господь Но нам Быть благословением Господь Для окружающих Нас Боже Благослови Нас В этом Помоги Нам В этом Боже А нам Господь Дай мудрости Чтобы мы Смотря в свою жизнь Господь Исправляли Свои неправедные Пути Господь Чтобы наши Сердца Мы заполняли Словом Твоим Господь И то что Ты дал Для нас Мы хранили Господь Мы берегли Его Как зениц Орка Своего Поша Благослови Нас В этом Чтобы избыт Сердца Нашего Были не скверные Слова Не пустые Речи Но благословение Народов Господь Но слова Любви Слова Мира Мы просим Тебя Господь Благослови Сегодня говорящих Слово Твое Благослови В пении Благослови В молитве Господь Посвяти Духом Твоем Сятым Каждое сердце Господь Проговори До каждого сердца Кто нуждается В слове Тебя Господь Не оставь никого Господь Мы хотим Сегодня Господь Еще раз Господь Ощутить Твою силу Твое присутствие Господь Чтобы поднявшись Господь И в этой жизни Мы могли идти Господь Смело Но боясь Тебя Господь Любить Тебя Благословлять Тебя И проповедовать Евангелие Благослови Господь И во всем Будь прославлен И возвеличен Вечный Бог Отец И Дух Святой Аминь Благослови Сердце Святой Союз И с Тобой Я счастлив Тобой Что я Человек И я Не один Христианин Над всей Землей Звучит Голос Союз Тобой Песня. 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 Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покой. Взывая, свят, свят, свят Господь Саваоф, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. 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 Святый Боже, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и признаю вовеки им новыми, святый бессмертный, помилуй нас. Помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Друзья, в нашем служении мы просим сейчас, сестра Анита и Элина не спеют псалом, затем расскажет стих, будет, если я правильно скажу, Соломия Сущ, да. И затем, после, также, Анита, Элина и Настя спеют псалом. Пусть Господь благословит. Соломия Суща. Как же все-таки все мы счастливы, Боже мой, за что, за что? Твоя милость ко всему счастлива, усмиряет житейский шторм, утешает в житейских горестях, устраняет земную боль. Кроме этого, царство горнее обещает Твоя любовь. Боже мой, ну за что ты любишь нас? Удивляюсь я вновь и вновь. Почему, милостив, ты к людям так? Потому что Бог есть любовь. Мы с тобой разве жизни мелочи? Огорчать станут нас теперь, Если нас ожидает вечности, Распахнувши нам рая дверь. Мы стояли у края пропасти, Шаг один, еще мы в аду. Ты пришел, пленяющий кротостью, И от нас отвратил беду. Увлеченные злом погибели, Мы уверенно шли толпой. Ты открыл нам страницы Библии, И теперь мы с тобой, с тобой. Боже мой, ну за что ты любишь нас? Удивляюсь я вновь и вновь. Почему, милостив, ты к людям так? Потому что Бог есть любовь. Мы с тобой разве жизни мелочи? Огорчать станут нас теперь, Если нас ожидает вечности, Распахнувши нам рая дверь. Боже мой, ну за что ты любишь нас? Удивляюсь я вновь и вновь. Почему, милостив, ты к людям так? Потому что Бог есть любовь. Мы с тобой разве жизни мелочи? Огорчать станут нас теперь, Если нас ожидает вечности, Распахнувши нам рая дверь. Распахнувши нам раев Чудо мами, вважанье в батька я напевно, Щоб син подібний був до нього, Тоді на сердце так приємно, І дуже радісно від того. Батькам тому дяди ціні, Що через них цей світ завелись. Скажіть, до кого ми подібні, Якщо від Бога народились, Якщо ми носимо образ Божий, І Божу маємо подобу, На нього мусимо бути схожі, І перейти, тому пройти потрібно пробу. Ми можемо ворогів прощати, Усіх однаково любити, Постійно святі зберігати, Життя для Бога присвятити. Якщо ти є дитина Божа, Жива, народжена від нього, Тобі, я думаю, не можна Не бути схожою на нього. Ми всі сьогодні в Бога віримо, І знаємо заповіді Божі, Але давайте перевіримо, Чи справді ми на нього схожі. Амінь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коли гріхом образив я Тебе І знов до Тебе я з молитвою простою Направлю погляд віри до небес Тоді коли навкруги буря неспокою Тривожи душу вітром б'є в лице Лише з тобою молитві заспокоюсь Мій милостивий, лагідний отець Тримай тоді коли можливо і не встояв Коли гріхом образив я Тебе І знов до Тебе я з молитвою простою Направлю погляд віри до небес Тримай мене, Ісус Тримай мене, Ісус Тримай мене, Ісус Не відпускай Тримай тоді коли можливо і не встояв Коли гріхом образив я Тебе Лише з тобою молитві заспокоюсь Мій милостивий, лагідний отець Мій милостивий, лагідний отець Прочитаємо разом з вами Євангелія Луки, 10 глава, 38 по 42 верші В продовженні путі їх прийшов в одно селінні Звіс жіншіна іменем Марфа Приняла його в дом свій У неї була сістра іменем Марія Которяя сіла у ног Ісуса І слушала слово Його Марфа же заботилась о большому гощенні І подочерчі сказала Господі, і ли Тебе нужды нет Що сістра моя одну мене оставила служити Скажи їй, щоби помогла мені Ісус же сказав їй в відповідь Марфа, Марфа, ти заботіся і суетіся у многому А одно тільки нужно Марія же ізбрала благую частку Которя не відніметься у неї Брати та сестри Що я хотів би сказати в сьогоднішньому собранні В основному я хотів би сказати Для молодих людей Хто є присутній в цьому собранні Щоб до молодих людей заслужіння Але воно, я думаю, не пошкодить і нам Всім старшим людям Хто, можливо, вже і прожив Який-то відрізок часу Хто з Господом вже має Опредільений, якщо так можна виразитися Старш Я думаю, що воно не зашкодить Нікому з нас Я хочу сказати, що це місце Котре я тільки що прочитав Воно для мене є важким місцем Я не знаю, як для вас Для мене воно є важким Але при всьому тому я хочу сказати Що навіть тоді Коли ми порою готуємося До большого угощення Подібно Марфі Нам треба мати общення з Господом Не залишати общення з Господом Тому що можна так Що увліктися настільки Цим большим угощенням Що Господь останеться в стороні Хай не буде так з нами При всіх випадках нашого життя Хай би общення з Господом було Наше общення було завжди з Господом Як я сказав Що сьогодні я хочу Трохи говорити Заслужіння Богу Я так дивлюся Нас сьогодні молодь Участує в служінні І думаю, які благословені часи В такому домі молитви прекрасному Так гарно все Гарне озвучення Температура гарна На нашу долю Я маю ввиду Людей трошки старшого віку Цього не було Для нас було саме Мабуть гарне місце Коли була хата Якщо 8 на 8 Це вже було досить велике приміщення А якщо таке Де-то 6 на 8 Це вже було нормальне І розпочиналося служіння Ще коли лавочки Ось ці вузеньки Ви пам'ятаєте Старші люди Сиділи Але буквально через 15-20 хвилин Їх вже виносили Тому що людей багато Не було де сісти І всі ми стояли Всіх людей багато Приміщення маленьке Воздуху Ну немає чим Завжди ми мокрі Брати теж Ну виходять проповідники Ну в таких умовах проводили служіння Але служили Богу Славили Бога Вчора ми були на Домі молитви Наша бригада працювала І я як подивився Я навіть ділився з братами Своєю думкою Я як подивився Наскільки все гарно зроблено Наскільки воно все так підходить Одне до другого Наскільки воно Ну просто не передати словами Наскільки гарно Так як подивився в центральному залі Де мається Якщо Бог дозволить нам діждати І будемо вже робити служіння Ви всі обідрятеться в тому Настільки все гарно Настільки все естетично Тому що просто Ну не можна налюбуватися Тою красою І це все Я думаю Для наших молодих людей Для наших синів Для наших дочок Для наших внуків І через що я говорю Що мені хочеться сьогодні Говорити більше в тому Щоб призвати всіх Всю молодь Всю молодь Хто тільки є В нашій церкві Щоб вони стремилися Для того Щоб служити Господу Іти за Господом Хай би Бог благословив В цьому Але час проходить І всі ми люди Мало Помало Якщо сьогодні В такому духовному Піднесенні Через деякий час Чому-то Чому-то так Свойственно Нам, людям Що ми ослабіваємо Порою І для цього Нам треба Общення з Господом Навіть Пророки Ісаї Є сказано Що і молоді Люди Ослабівають Юноші Ослабівають І нам треба Общення з Господом Яке ми можемо Підтримувати Через молитви Через Читання Слова Божого Через Відвідування Служінь Через Общення Друг з другом Хоч Буває Тим Коли Такі Общення Коли Наоборот Людей Не підносять Не зближають з Богом А віддаляють І за це сказано Що худеє сообщество Розвращають Добрі нрави Хай збереже Господь Відподібного Ми як християни І ви Дорога молодь Хай вас Бог благословить Щоби Більше і більше Посвятили себе На служіння Для Богу Общення з народом Господнім Відвідувати церкву Молитися Читати Біблію І щоб нам бути В общенні З Господом Хай би ваше служіння Було таким Я хочу Сказати І зачитати Послання Кремліна 12 глава 12 глава Де сказано Такі слова Итак, умоляю вас Братья, милосердием Божьим Представьте тела ваше В жертву живую Святую Благоводную Богу Для разумного служения вашего И не сообразуйтесь Слово Божьим Слово Божье говорит нам За служения Бога Я покаявся в зрілому возрасті До того був керівником художньої самодіяльності І каже, що я коли покаявся Я старався все Ну, саме краще Вложити свою душу в церкві Для того, щоб якось Людей, ну, ободрити Щоб люди були веселими Щоб люди були, ну, такими радісними І каже, дуже через короткий час Я зрозумів, що Те, що ободрало людей там В домах культури Воно геть не діє в церкві І каже, мені прийшлося поміняти Моє мишлення Поміняти своє відношення до служения І він навіть зачитав Отакі місця, де є книга пророки Ісаї І Єремії сказано Що остановитесь на путях ваших Розсмотрите, розспросите Где путь добре, ідите по ньому Це я чув його проповіді І його якби свідоцтво Він говорив в такому загальному служінні Що все-таки нам треба йти за Господом Служити Господу Те, що від чого радіють світі Від чого вони отримують задоволення То не є для церкви Для церкви є Слово Боже Для церкви є молитви Для церкви є служіння Богу І хай Бог благословить Перше послання Коринтян 12 глава 5 віршом Є сказано такі слова І служіння розличні А Господь один і тот же Я думаю, що як добре знати, що все, що ми робимо Робимо як перед Господом І робимо для Господа Коли ми читаємо Біблію, Новий заповід Ми знаходимо досить багато Видів служіння Видів служіння досить багато Я їх всіх не назву Але хоч деякі хотів би Коротенько сьогодні нагадати Коли ми читаємо старий заповідь Ми знаходимо служіння священників Ми знаходимо служіння левитів Коли ми читаємо вже Євангелі Луки і Євангелі Іоанну Ми знаходимо такі види служіння Як служіння апостолам і молитвою Служіння іменьям Служіння вечерей Коли ми далі вже читаємо діяння апостолов То ми можемо знаходити за таке служіння Як розбор слова Так ми в наших церквах Ми маємо багато інших служінь Це і служіння дітям І я б сказав навіть, що таке служіння Яке навіть порою не замічається Але це є служіння Як служба порядку Або ж назвемо його Давайте діжурство Це теж важливе служіння Тому що не всі наші, наприклад, діти Не всі вони завжди розуміють Як правильно вести себе Вони можуть виходити, можуть бігати Але ж ми привели їх в служіння І ці брати, які там несуть це служіння Вони поставлюють це на свої місця І це також важливе служіння В церкві, де я виростав У нас був один брат, який ніс служіння Він приходив завжди раніше Перед собранням І приходили люди Він розсадював людей І ви знаєте Воно казав себе, що нічого нема Ми вважаємо, що це велике служіння Проповідник, просвітер, діакон, хорист А цей брат, він постійно приходив І розсадював людей То є велике служіння Один із наших братів недавно Якось на Братецькій раді сказав І то служіння Братвою доручили відкривати І закривати дім молитви І він його виконував з честю Служіння, служіння І слава Богу, що є такі люди Котрі готові нести це служіння Але нам Біблія відкриває за те Як нам повинно служити Богу Як нести своє служіння І діяння апостолов Я зараз зачитаю Одне місце, де сказано так 20 глава 24 віршом Но я ні на що не взираю І не дорожу своєю життєю Толіку би з радостю Совершити поприще моє І служіння Которе я прийняв От Господа Ісуса Наше служіння Треба виконувати з радістю І коли ми робимо це з радістю Воно буде давати Приносити плід Воно буде давати Задоволення не тільки для нас А для тих людей Котрих ми служимо Інше Хотів би сказати Послання кримлянам Я зачитаю Я вже зачитував всього місця І Слідувачий вірш Я зачитаю Послання кримлянам 12-7 вірш Десь сказано так Імеєш ли служення Прибивай в служенні Вірність проявляй в своєму служенні Проявляти вірність Не так як говорять в народі Ну Що короткими перебіжками Сьогодні в мене є настрій Я сьогодні служу Завтра в мене нема настрою Я в стороні І так постійно Немає такої сталості Немає вірності в служенні Але Слово Господнє говорить Імешність служенні Прибивай в служенні Будь вірній тому Яке служення ти прийняв від Господа Яке Господь доручив тобі Можливо доручила тобі церква Будь вірній в тому служенні Інше місце нам Говорить, що виконуй своє служення Якісно або ж качественно Якщо так сказати Це друге Послання Коринтян Третій, четвертий стих Де сказано так Ми нікому ні в чому Не полагаємо притикання Щоби не було Порицаємо служення Но во всьом Ми являємо себя Як служителі Божі Ми нікому ні в чому Не полагаємо притикання Нехай через наше служення Нехай через ваше служення Молодь дорога Ніколи ніхто не приткнеться Ніхто вам не каже Що так Що в собранні Ви одні А за межами За межами церкви Ви зовсім інші Ніколи Не полагайте притикання Ніколи Служіть так Господу Щоб ви були світом Для цього світу І для народу Господнього Хай вас Бог благословить Інше, що я хотів би сказати Є написано Перше послання Петра Служіть друг другу Каждий тим даром Какой получил Как добрі домостроїтелі Многоразличної благодаті Божими Служіть друг другу Каждий тим даром Який получив Я знову вернуся до того Що я на початку нагадував Що ви знаєте Що є Ну досить обдаровані Досить обдаровані люди Я знову вертаюся До дому молитви Наші брати Які ведуть Я не буду їх називати Ви їх знаєте Я думаю Що вони бачили Це прекрасне знання Вони бачили ще тоді Коли вони було тільки на рисунку Я бачив тільки ці бумаги Але я не міг уявити Що воно таке Тепер я вже коли побачив Я бачив що воно таке А ці брати вони бачили І вони шаг за шагом Робили це все І пішов момент Коли І такий як я навіть Побачили Що воно уявляє Це Я вважаю Що це є особливий дар Особливий дар Не для всі Для мене його немає Я далекий від того Але є серед нас ті брати Які бачили Що це буде І сказано Служіть друг другу Каждий тим даром Какой получил Хай Бог благословить Не закопуймо Не захарюємо своїх дарів Служимо Господу Служимо людям Тим даром Которий получив Перше послання Петра Четверта глава Одиннадцятим стихом Є сказано так Служить лі кто Служи по силі Какую дает Бог Даби во всем Прославляться Бог Через Ісуса Христа Служи по силі Це слово Господнє І є також сказано Послання Колосян Третя глава Служи від душі Як для Господа А не для людей Я своїми словами передаю Чому потрібно служити Як для Господа А не для людей Тому що люди Порой можуть Недоцінити Твоє служіння Можуть не замічати Можуть його Просто не передавати Значить Всякий інтерес До служіння І через що сказано Служити Служити від душі Як для Господа А чому як для Господа Тому що Господь Від той Который замечает Который он бачит Который знает В которого не проходить Ничего Просто ось так І є сказано Посланник євреям Шоста глава Я зараз зачитаю Це місце Шоста глава Десятим стихом Є сказано такі слова Ібо ні неправіднін Бог Чтоб забил Діло ваше І труд в любви Которую ви казали Во ім'я Його Послуживши І служа святим Бог все бачить Бог все знає В нього нічого не проходить Безслідно І хай би Бог благословив Благословив вас Особливо Дорога молодь Всі і всі ті Хто має Яке-то служіння А я думаю Що кожен із нас Повинен служити Для нашого Господа Від щирого серця Щоб ми служили Від душі Як для Господа А не як для людей І в посланні Тимофії Я сказано такі слова Ібо хорошо служивші Приготовляють себе Вищу стєбінь І великої Герзновині віри Во Христа Ісусі І на закінчення Я хотів би сказати Такі слова Що кожне служіння Кожне служіння Повинно бути направлено на те Щоб будувалася церковь Господня Щоб славленося ім'я Господня Хай Бог благословить Хто ще стоїть вдалі Хто ще Ну не рішився Взятися Так від щирого серця Служити за Господом Сьогодні добрий час Хай Бог вас благословить Візьміться для того Подумайте серйозно Візьміться Йдіти за Господом І служити Йому На цьому я буду закінчувати Ще іще раз Призываю вас Дорога молодь Від щирого серця Служити як для Господа А не для людей І Бог благословить вас На цьому я закінчую Бог і буде слава Амінь Братя і сьогодні Встані Время приймаємо Добровольне прощування Пусти всех людей Господь благословить Весь благую сердце Каждому вложить Дверь открой Широком нараспорт И Иисуса Ты пусти Иисуса Ты пусти И Иисуса Ты пусти Дверь открой Широком нараспорт И Иисуса Ты пусти Он пришел за грех Носколько в кресте страна Воскресенье в Своей Победу дай Дверь открой Широком нараспорт И Иисуса Ты пусти И Иисуса Ты пусти И Иисуса Ты пусти Ты от Твоей широком нараспорт И И Иисуса Ты пусти Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В тихие минуты и в часы тревоги Ранью дворою и в обгле ночной На развилках трудной жизненной дороги Дух премудрый нежно говорит со мной Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.